так сегодня у нас в работе система лофт на раздвижную дверь вот доводчики крепления верхняя направляющая сейчас будем резать под нижнюю направляющую где этот и ты его забрался подпятником вот под такой будем резать сейчас 8 фрезой получается сам этот подпятник 5 миллиметров подпятник нижней направляющей ручку уже врезали врезали специально со смещением потому что проем у нас 77 290 вот чтобы более-менее стояла на паться посередине проема и так скажем ровно вставала в проем и чтобы можно было с обратной стороны пользоваться за ручку хватать мы его максимально так сместили ручку сейчас врезаем в общем нижнюю направляющую а дальше уже верхний механизм будем крепить вот получается у нас нижняя направляющая врезана небольшая если все слои еще страшно вырезали мы вот такой восьмой фрезой и 20 кольцо 20 же правильно так у нас получается наметили троечкой вот так вот посередине царги их разметили чтобы ровненько все было до верхнего отверстия 40 миллиметров там тоже троечкой наметили насквозь сразу строго вертикально процедине сейчас десятка пойдем все будем прикручивать уже эти ролики так и Все, прокрутили, затянули, все нормально, рот и не два ролика. Сейчас высчитываем направляющую крик и сверху. Сколько у нас она получается? Сантиметр внизу, высота полотна. Высота полотна плюс 41 мм. 2,10, 2,14,1. И плюс еще сантиметр снизу, а общая, вот, есть. Так вот получается метку дали 214,5 от пола, полы ровные. Вот это будет у нас серединный направляющий. Буду заведили восьмерку, пометили, а десятку, когда пометили по глубине, еще не фокусировали. Ну ладно, и вот они, пять болтов креплений. Баря, ты сказал же, что ему снова поставить. Че? Что ему снова поставить? Блин, мы-то размещали. Давай у нас оружие поставим. По-моему, 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 по-моему. Не справлюсь делать. Как у нас это, все хорошо получается. Забыли, стопора загнать. Придет сейчас эту сторону, вот эту часть открутить. Загнать стопор. И по-новому, блин. Все получается, завели стопор сюда. Сейчас дверь накинем и будем регулировать уже в проеме, чтобы при открытой двери ровно она стояла с проемом. Так, и нижняя вот эта направляющая, вот, она у нас получается, дверь когда висит, у нее расстояние от стены до двери 16 мм. И прибавляем 2 см, центр полотна будет, поэтому 36 мм сделаем. Этот вот ровно на 36 мм середочку сделали. Сейчас накинем дверь и, в принципе, останется довольчики засверлить, и все готово. Так, сейчас стопор вот так зафиксирован, и у нас получается вот этот нижний подпятник, вот даже вот так вот будет максимально дверь открыта, ровно с проемом. Вот так она максимально закрыта. Его даже не видно, никак не торчит. Вообще вот о нем это вот, вот это выдает его, небольшая пластиковая торчит. Стучка. И все, здесь получается вот ручка смещена по царге. Специально сюда максимально, чтобы у нас вот так вот полотно идеально ровно сейчас стоит. в районе, то есть вот внутри мы смотрим, чтобы он был захватиться. Вот ручку вот так вот высчитали и врезали. Специально так. Ааа! Забыл. Там еще не отрегулирован стопор. Все, сейчас доводчики закрепим на конечный результат. По краю смещается доводчик. И получается в закрытом положении, не заведенном. Доставляется сам ограничитель, который будет тянуть его. И доводчик. Прикручивать, ставить метки швоповерху. И он работает. Сейчас только этим покажем. Ну вот здесь уже можно было. Так что там еще отметил. То есть вот там получается схватывает и доводится. Вот это вот пришлось пилить. Не знаю, зачем такую широкую зелень. Вот я уехал. Вот так вот получается по итогу. Так вот пять миллиметров. Все доводчики прикручены. Не получается извелся. Здесь все равно с проемом получается. Все четко. И закрытая дверь у нас. Тоже все четко. Вот так вот. Опа. И общий план. Залей Центр. И. И. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok